Всем привет! С вами снова я, Иринка. Сегодня мы будем делать творожное тесто, сладкое. И с этого теста мы будем делать пирожки с яблоками. Нам нужен творог. У меня сегодня вот такой из Польши. 400 грамм творога. Он немножко зерновой. 100 грамм растительного масла. 100 грамм молока. 150 грамм сахара. И одна пачка бакпульвер или разрыхлитель. Все это мы перемешиваем хорошо и добавляем муку. Тесто должно быть не сильно тугим. Также мы приготовили уже 3 крупных яблока. Потерли на крупной терке. Это будет для начинки. Творог в это тесто подойдет любой. Конечно, если сильно крупнозерновой, лучше творог немножечко потолочь или с помощью блендера его измельчить. Вот такая вот у нас получается масса. Добавляем муку. Муку примерно пол килограмма насыпаем. И перемешиваем. У нас должно получиться тесто. Оно немного липнет к рукам, но оно так и должно выглядеть. Теперь начинаем делать... Нам надо маленькие такие лепешечки. У кого какое желание на размер пирожков. Вот такое получается у нас тесто. Чуть-чуть обмакиваем в муке, чтобы было легче работать нам с ним. И примерно на вот такие вот кусочки я его нарежу. Такие вот у нас получаются кусочки. Будем раскатывать их. Не сильно тонкие и не сильно толстые. Примерно 2-3 миллиметра. Такие вот они у нас получаются. Такие вот лепешечки. Наше творожное тесто готово. Я раскатала все лепешечки. Вот такое количество получается. Теперь яблоко с сахаром мы перемешиваем. Сахар сюда по желанию. Кто как любит. Ложим немного. И просто залепливаем в такую вот форму. Форма вареника. Вот такой вот он у нас получается. И ложим на противень. Форма, конечно, могут быть любые. Но такие пирожки я делаю именно с такой формой. Делается очень быстро, легко, без заморочек. Вот такой вот у нас будет пирожок. Все, наши пирожки готовы. Получилось вот такое вот количество. Еще раз хочу сказать, нам понадобилось 400 грамм творога. У меня зерновой, можно любой. 150 грамм сахара. Одна пальца бак-фульвер или разрыхлитель. 100 миллиграмм молока. И 100 грамм растительного масла. Теперь мы будем ставить в разогретую духовку на 170 градусов на 25 минут. Вот такие вот они у нас должны получиться. Мы их не зажариваем. Первая партия пирожков у меня готова. Я их только вытащила. Они мягкие, посмотрите, очень мягкие, очень горячие. Это вот снизу у нас такой он поджаристый, красивый. И вот такой вот он у нас внутри пропеченный и очень вкусный. И ждем вторую партию. Все, у нас готово все. Теперь мы красиво положим на наше блюдо. Мягенькие, вкусненькие. Еще раз говорю, очень-очень мягкие. Советую приготовить. Делается быстро, легко. Снизу они тоже у нас вон, такие красивые. Все, дорогие мои. Вот такая вот у нас получилась ляпота. Приятного всем чаепития. С вами была я, Иринка. Ставьте класс, оставляйте комментарии и подписывайтесь на мой канал.